35 лет спустя. Эпилог редактора Элеоноры Шифрин. «Если я только для себя, то зачем я?» Это изречение Рабби Елеля, которым Авраам завершил свою книгу, можно было бы поставить эпиграфом ко всей его жизни. 36. Он себя не экономил и свою жизнь рассматривал как подарок Всевышнего, данный ему для вполне конкретных задач, которые нужно уметь распознать, заметить, не пропустить и, главное, не позволить себе слабость отвернуться от них. 37. Авраам был, я бы сказала, мистиком-практиком, но не в том смысле, что пользовался парапсихологическими способностями, которыми, безусловно, обладал. 38. Как раз против этого он всегда категорически возражал. 39. Но мистическое понимание Вселенной и места человека в ней, размышления о миссии еврейского народа и каждого еврея, приучили его относиться к жизни, к своему нынешнему воплощению на земле, как к очередному классу школы, в котором нужно постоянно учиться, ежедневно, ежечасно сдавая экзамены, 40. Исправляя прошлые ошибки и расплачиваясь за них. 41. В иудаизме этот процесс так и называется – тикун – исправление. 42. Но прошло много лет, пока Авраам об этом узнал, а узнав, был счастлив, что в иудаизме есть такое понятие. 43. Именно в этом заключалось для него применение мистики на практике, и благодаря этому в нем удивительным образом сочетались обычно несовместимые черты характера – вдумчивость, стремление к созерцанию и невероятная кипучая активность и готовность к борьбе с несправедливостью и злом. 43. Он всегда смеялся. «Я везучий. В штрафбат послали на убой. Не погиб. Приговорили к расстрелу. Не расстреляли. Дали 25 лет. Просидел всего 10». 44. Но эту свою «везучесть» рассматривал как знак того, что на нем лежит какой-то долг, обязанность использовать жизнь максимально, а не просто по возможности приятно и комфортно прожить подаренное время. 44. Такое отношение к жизни приобреталось постепенно, и об этом своем духовном созревании, в совершенно не способствующих ничему духовному лагерных условиях, он много рассказывал в первоначальном варианте четвертого измерения. 45. К сожалению, значительная часть материала на эту тему была редактором издательства «Посев» из рукописи «Выброшено». Осталась лишь самая малость. 46. Именно в лагерях Авраам начал заниматься осмыслением жизни и сумел приобрести обширные и глубокие знания в области религиозной философии, философии науки, сравнительной теологии, эзотеризма, парапсихологии. 47. Позднее он всегда говорил, пока человек мучается в лагере вопросом «За что мне это?», он ничему не научается из полученного опыта. 48. Но с того момента, как он задумывается над тем, для чего ему этот опыт дан, он начинает получать очень много. 48. Описанная в книге «Встреча с Ицхаком Кагановым» была первым подарком судьбы, которая и дальше была к нему милостива. 49. На лагерных тропах ему довелось встретиться с носителями высокого знания и высокой духовности, которые делились с ним своими знаниями и своими книгами. 49. Упомянутая в четвертом измерении статья «Вселенная и человечество» стала первым результатом того накопления и осмысления духовных знаний, которым он был занят всю дальнейшую жизнь. 50. Эта статья, небольшая по объему, но очень емкая, отражает те качества, которыми впоследствии характеризовались все его работы. 50. Как уже говорилось, писательство не было для него самоцелью. Он не стремился увидеть свое имя напечатанным, и такое стремление считал графоманией. 51. Писал он лишь тогда, когда осознавал сам или кто-то убеждал его, что его знание и понимание того или иного предмета может принести пользу кому-то еще, если будет изложено на бумаге. 51. Вселенная и человечество стало первой попыткой Авраама сформулировать свое вновь обретенное понимание того, что, как и во Вселенной в целом, в жизни каждого человека есть четкий смысл. 52. У каждого есть своя миссия на земле, и ее необходимо найти и выполнить во что бы то ни стало. 53. Этим он всегда руководствовался, как бы тяжело ему ни было, как бы ни подводило физическое тело. 54. А подводило оно сильно. Даже его богатырский организм не выдержал тех мук, что выпали на его долю. 55. Аплодисменты? 25. Как и два пути? 26. Как? 27. Как?